Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас рубрика Фоберлик Беспрекрас. А это значит, что впереди вас ждут самые честные отзывы. Целый пакет у меня опять пустых баночек набрался, много интересного, много бадов. Итак, поехали. Первый продукт, который закончился, это кетчуп, кетчуп нечаев, который берем на постоянной основе. Очень вкусный, из помидоров черепи, сахара. Ну, прям вот самый вкусный, на наш взгляд. Артикул его 160-50. Вкусный, прям говорю про него и слюнтикут. Так, закончился порошок Альпийский Луга. Артикул порошка 322, 800 грамм, сделан в Германии. И до сих пор все равно сыпется вопрос, если Светлана выжухалили порошки, а теперь только ими пользуетесь. Девчонки, после обновления они стали, буду всегда, наверное, повторять, потому что новеньких на канале появляется. После обновления они стали гораздо мощнее, белье уже не выглядит застиранным. Они прекрасно отстирывают. Расход маленький. Один колпачок, если полный барабан, обычно я пол колпачка всегда сыплю. Цвета яркие, я ему стираю цветное белье, это универсальный Альпийский Луга. И черное, и любое, и белое. Поэтому никаких нареканий. Подходит астматикам, потому что он такой гарнулированный, даже когда вы его насыпаете, вы порошка не вдохнете. И он полностью выстирывается, даже если им стирать пуховики. Ну, у меня, по крайней мере, поэтому вообще никаких нареканий. Ультракондиционер, бальзам для белья, Сенситив, вот такой закончился, 118-56. Девчонки, скриньте, это тот кондиционер, который делает белье самым мягким. Из всех кондиционеров Фаберлик. Потому что после обновления они стали хуже. И пока вот этот, вот еще из старой версии, Сенситив, вот он делает белье самым мягким. И он 0+, то есть можно деткам. А душка очень приятная, деликатная, цветочная. И она практически не остается на белье. Она не так ярко выражена, как обновленные наши кондиционеры. Так, артикул 118-56, я вам сказала, вот он, именно он, самым мягким делает белье всех кондиционеров Фаберлик. Вот такой бальзам Ботаника закончился, Ксюша в основном им пользовалась. Это питание, блеск, ромашка и кедровое масло. Артикул 87-48, бальзамы у Ботаники классные. Если шампунь действительно могут подсушивать, если у вас поврежденные волосы есть нормальные, то и нормально все с ними будет. А если шампунь могут подсушивать, то бальзамы здесь очень крутые. Бальзамы очень хорошие, действительно разглаживают, действительно работают. Так, закончилась у меня серия Библонд, нет, Блонды Кон. Это я что-то не оттуда Библонд. Блонды Кон. Артикул шампуня 27-10, артикул маски 27-12. Именно в таком сочетании мне нравится пользоваться именно этой линейкой, и даже сейчас я ее добила. Почему? Потому что невероятно крутая маска. Вот я бальзам не пробовала, но, судя по всему, он такого светлого цвета, и он оттенка не дает, и желтизну навряд ли нейтрализует. А бальзам, ой, шампунь и маска, они вот такие вот яркие. То есть есть смысл даже шампунь подержать на волосах. Камера вам говорит, что это сиреневый цвет? Нет, он ярко-синий. Почему-то она вам делает его сиреневым. Синий, синий, так же, как и шампунь. Не сиреневый, не верьте камере, синий. Парочка работает изумительно. Если вы блондинка, очень рекомендую присмотреться. Нейтрализует желтизну, действительно. А если пользоваться на постоянной основе, то вы вообще о ней забудьте навсегда. Маска невероятно крутая. Она ламинирует волосы. Поэтому я сейчас на совсем светлые волосы ее добивала, потому что эффект ламинирования. Держу 20-30 минут, правда. Да, не 5 минут, но эффект обалденный. Шампунь классно пенится, хорошо промывает волосы. В общем, очень достойная серия Фаберлик. Если вы блондинка, обязательно присмотрите. Если вы ищете крутую маску, то можете взять себе синенькую, даже если вы не блондинка. Так, концентрированное универсальное средство. Цитрус и мятное масло из серии Хоум Фаберлик. 302.19 артикул. Я с ним мыла в основном полы, поверхности не обрабатывала. Ну, так несколько раз. Но пыль садится, правда, меньше. Со всеми средствами из этой линейки. Но я теперь буду брать все равно классическое, потому что мне там нравится душ. Поэтому мы с вами брали чисто... Зато если здесь действительно лимон и мятное масло, мне гораздо больше нравится то, которое с запахом липы. Да, здесь у нас еще есть какой-то антибактериальный компонент. Поэтому сейчас это вообще актуально. Серия Дом Фаберлик вообще, в принципе, радует во всем. Вот такой вот закончился гель для душа из линейки Ля Крем. Недавняя новинка. Мы с вами брали потестировать. 79-73. Ля Крем нормальный гель для душа, но плохо пенится по мне. Очень плохо. Действительно персик. Действительно сочный персик. Не химозный, вкусный, сладенький, такой приятный. Запах на теле не остается совсем. Даже в процессе уже вспенивания его нет. Но и с флаконом. И когда на мочалку наносите, пахнет приятно. Я не люблю серию Ля Крем, именно гель для душа, потому что действительно плохо пенится. Беру их только, когда появляются новинки, за тесты все. А так нет. Детские салфетки. Закончилось миллион упаковок. Показываю вам одну из линейки Фаберлик Бэби. Здесь 50 штук и артикул 1798. Они меня полностью устраивают. Ноль плюс, естественно. С первой вне жизни. Содержит спирт, очищает кожу. Безопасно для чувствительной детской кожи. Да, вообще никаких нареканий. Даже если есть какие-то покраснения. Вот эти вот салфеточки, когда ими обрабатываешь, они их снимают. Они очень классно очищают. Мы их используем вообще не только для ребенка, но и для всех. Салфетки классные. Всегда беру в запасе миллион. Закончился гиполайт десерт дрожжа. Вот такая вот упаковочка. Так, артикул 157.31. Здесь 20 стиков. Специально оставила один стик вам показать. Для чего нужно принимать этот десерт дрожжа? Вот такие вот стики. Для чего нужно принимать? Печень почистить. Брала вот именно с этой целью. Здесь очень классный состав. Так, инулина с цукория. Загуститель регуляции на кислотность. Экстракт трава, мелиса, семян, расторопшка, укрожная рыльца, календула, имбирь. Да, ароматизатор, ароматизатор, натрия, нормальные консерванты. Вот, девчонки. В общем, здесь 5 мл вот в этом саше, в таком маленьком. Здесь есть надрез, удобно вскрывать и прямо отсюда выпивать. Это такой гель оранжевого цвета, прозрачный, вкусненький, сладенький, больше кисленький. Поэтому принимать приятно, с удовольствием прошла целый курс. Как-то давно брала и сейчас вот решила повторить. О результатах на лицо не могу сказать, к сожалению, почистилась моя печень или нет. Когда такие вещи принимаешь, надо, наверное, сдавать анализ до и после. А это накладно, это проблематично. Поэтому просто пропиваю, доверяю Баддам Фиберлик. Краска 7.3 пряная корица. Недавно, относительно недавно отзыв на нее был. Вот она у меня сейчас на волосах. Ну, я не вижу здесь корицы, в принципе, что на пачке, что на моих волосах. Мне хотелось какого-то немножко другого отлива подтона. Но, тем не менее, результат устраивает. Красивый все равно получился цвет волос. Я на свою длину сейчас беру две пачки. Артикул 180.16. Стойкая, классная, все супер. Седину закрашивает. Нареканий нет. Закончился вот такой гель для душу. Ксюша. Лавли Моменс брали. Артикул 26.89.3+. И здесь у нас какая душка-то я забыла, господи. Малина. Мне не понравилась эта серия. Вся, Ксюша, нравится. Из-за яркой душки. Невероятно яркой, жутко яркой бьюти кафе с малиной. Вот этой вот. Она для меня неприятная. Она химозная и она очень яркая во всей этой серии. Поэтому я ей больше такое покупать не буду. Из малышковой линейки закончился гель для купания. Это Фаберлик Бэби у нас с вами. С экстрактом ромашки и депантенол. У нас таких миллион, наверное, в запасе. Артикул 16.41. Используем всей семьей. Либо гель для купания, либо гель для подмывания. Они все хороши из этой серии. Деликатно. Я сама его использую. Ксюша и Крестюшку с ним купаем и умываем и так далее. Линейка. Деликатная линейка супер. Просто это гель для купания. Он прозрачный такой, с желтым оттенком. Как на травах. Запах мне от линейки нравится сильно очень вообще. А гель для подмывания, он такой немножко белез. Вот чем они отличаются. Аромат у них одинаковый. Состав у них обалденный. Поэтому как бы все супер. Закончилась вот такая вот маска. Недавняя новиночка. Обновленная серия Эксперт. Артикул 18.90. Это у нас активное питание. Вы знаете, неплохая маска. На самом деле неплохая. Шампунь неплохой. Меня зуды не вызвал. Как ни странно. Шампунь я еще добиваю, а маска уже закончилась. Действительно питает. Действительно разглаживает. Она очень густая. У нее довольно экономичный расход. Не скажу, что она лучше маски понтин правил. Но послабее немножко. Но тем не менее неплохая. Для поврежденных волос такой среднячок. А если у вас волосы более-менее, то вообще вам будет огонь. Мне не утяжеляло волосы. Корни быстрее не грязнили с ней. Поэтому в принципе оценила. Хочу потом еще на пробу взять зеленую, наверное, линейку. Тоже масочку. Закончилась паста из серии Dream Therapy. Насколько вы помните, я брала почти всю серию. Артикул 26-70. Но на тот момент я была беременна. Сыграл ли это гормон или так совпало, что я от нее просто от серии спала. А сейчас мы потихоньку ее добили. И на тот момент она тоже почему-то вызывала у меня повышенную чувствительность зубов. Но в принципе, если на ежедневные основы пользоваться, скорее всего, да. У меня паста Фаберлик вызывает, кроме детских, повышенную чувствительность эмали. Скажем так, да. Эту я использовала раз в три дня где-то на ночь. И вот я ее наконец-то добила. Давно она уже у меня. Она такая гелевая, голубая. Вкус действительно есть лаванды, кто ее не любит. Смотрите, по прошествии времени вот здесь вот отламывается кончик. Это не очень удобно и нехорошо со стороны Фаберлик, скажем так. Мне неприятно было чистить ей зубы из-за вот этой вот странной отдушки, лаванды и какой-то травы в составе. Такое ощущение, что что-то такое прям натуральное. Мяты практически здесь нет. Совсем немножко она ощущается. Но вот раз в три дня, да. А так все пасты у меня, Фаберлик, вызывают повышенную чувствительность. Поэтому я их не беру. Это был просто за тест. Так, Нечаев, Фэмили Клаб, кофе. На постоянной основе сейчас беру кофе растворимый молотый день. Потому что утром не сильно горьковат, девчонки. Так, день 160-49. Нравится. Две банки в запасе были в заказе. Они у меня, вы их видели. Кофе хороший, кофе вкусный. Если пить без молока, горький. Но я пью кофе всегда с молоком. Поэтому мне нормально, когда хорошая цена, беру. Так, дальше. Последний продукт. Это Секреты Востока. Я тоже купила, а потом узнала, что беременна. И он у меня вот так вот стоял запечатанный. Или распечатанный. Год практически. Да, сейчас я решила пропить. Здесь 60 капсул. Надо было оставить вам одну, показать. Они такие продолговатые, овальные, желтенькие, прозрачные. Так, артикул Секрет Востока. Они что-то одно время пропадают на складе, потом появляются. Кто пьет, им, многим нравится. 157-10. Что хочу сказать. Зачем вообще ее пить? Я не знаю, зачем это пить. Вот этот именно БАД. Здесь смесь пищевых масляных экстрактов. Черный тмин. Ну, кому интересно, погуглите. Потому что, на самом деле, черный тмин, он очень полезный. Хельба пажетник. Так. Ну, в общем, основной здесь черный тмин и семена Хельба. Я хочу сказать, что когда я пила этот БАД, я чувствовала себя просто хорошо. С учетом того, что сплю мало, отдыхаю мало, много дел, много работаю, дети и так далее, уроки. А здесь я просто вот чувствовала себя хорошо. Я пила по две штуки после завтрака, где-то через полчаса. То есть на месяц мне хватило вот этой баночки. Я просто в течение дня и вообще чувствовала себя в этот период хорошо. Мне было хорошо. Я не знаю, как он повлиял там на ногти, на волосы, на красоту. Не могу сказать, потому что ты так и так ухаживаешь за собой. Вот. Но вот как-то было такое ощущение, что день на третий вот просто себя чувствуешь хорошо. Не знаю, как еще девчонке объяснить. Надо, наверное, попробовать попить, чтобы понять. Но у этого БАД очень много противопоказаний. Когда он только появился, об этом говорили. Поэтому почитайте в интернете противопоказания для черного тмина и пажетника семена Хельба. Почитайте, потому что они есть и их много. Взрослым по две капсулы в день запиваю стакан воды. Да, целым стакан воды. А так, в принципе, мне понравилось. Я люблю БАДов и Берлик. Они вроде как работают. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такие пустые баночки в этот раз у меня скопились. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Всех люблю. Целую. Берегите себя. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok